Вы зря пришли сюда, это честно вам скажу. Вас хотят послушать и ничего не сделать. Я на эти трижды депутат Верховного Совета. Я же все расскажу, как работает. 2% на НДС в итоге выросло в 20%. Разве это не правда? Это правда. Ну давайте дальше пойдем. Налоговая меня штрафовала на миллиард рублей. Да, есть проблемы с налоговой. Иногда правоохранительные органы прижимают. К сожалению, на федеральные структуры власти, мы здесь в республике, региональная власть или местная власть, оказать влияние, как вы понимаете, не может. Глава действительно позвал бизнесменов, чтобы их послушать. По сложившейся уже традиции на публичную встречу Валентин Коновалов снова привел большую команду чиновников из правительства. Сам тоже по традиции взял на себя роль модератора, то есть переадресовывал вопросы своим подчиненным. Просьба Минстрою тогда пометить и все-таки выйти на главу Саиногорска. А проблема местных предпринимателей гора. У каждого свои, но абсолютно всех волнуют высокие налоги на имущество и дорогое электричество. Из-за этого растут цены на все. От хлеба до услуг парикмахера. Во время предвыборной кампании Коновалов обещал тарифы на электричество снизить. Сегодня первый заместитель из-за губернатора ответил, что пока это невозможно. Но есть план, как затормозить рост стоимости киловаттов. Мы боремся за то, чтобы, как Карелия, попасть в другую ценовую группу, в другую оптовую ценовую группу. В нем находится ТВА. И мы в рамках ЕСЕСК-Сибири, уже озвучиваем это, ТВА, Хакаси, Южный район Красноярский край, должны попасть в другую оптовую ценовую группу. Тогда на какой-то период заморозят этот рост тарифов. В целом собрание закончилось ничем. Власть пообещала чаще встречаться с бизнесом. Видимо, будет создавать рабочие группы. Это стандартная реакция новой команды на сложную проблему. Мы все заинтересованы в развитии этой отрасли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова